Всем привет! На связи Мабу. В прошлом видео мы поговорим о том, что же должен знать джуниор андроид-разработчик. И не просто то, что он должен знать. По факту мы не будем рассматривать roadmap полной спецификации всех требований. А мы поговорим со стороны того, что он фактически будет делать в компании. То есть не то, что требует, что он должен знать, а что он фактически будет делать. Устраивайтесь под удобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид-разработчик за три месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик за три месяца». Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Так вот, его деятельность, этого джуниор-андроид-разработчика, она будет состоять из двух частей. То, что он будет делать самостоятельно, с нуля, и то, что он будет исправлять. То есть здесь две части. И когда мы говорим про первую часть, то, что он будет делать с нуля, или будет кардинально делать, или будет делать именно большую часть времени, это UI. То есть, конечно же, андроид-разработчик будет создавать внешний вид экранов. И тут, конечно же, он должен разбираться в XML, он должен понимать, что такое Constraint Layout, и что такое Liner Layout, и да, то есть компоновщики там, что такое Координатор Layout. Он должен уметь создавать верхний actions bar, верхний бар, нижний, вот этот bottom bar, уметь делать floating actions button, должен уметь создавать нижнюю навигационную панель, делать выезжающее меню, делать различные виджеты, там, кнопки, чекбоксы, радиокнопки, переключатели, работать с изображениями, работать с иконками в качестве кнопок. То есть, все, что связано с UI, тут, да, конечно же, он должен знать досконально библиотеку Material Design, в которой поставляют нам все основные виджеты. И, конечно же, он должен уметь работать с каждым из этих виджетов. Кроме того, я уже это опустил, он, конечно же, должен разбираться в основах Android-разработки, знать, как работать с фрагментами, как передавать данные, как переходить между экранами, как работать с виджетами через ViewBinding. То есть, по факту, это UI. Он должен идеально знать UI. И так уж вышло, что на экранах очень часто, в 90% случаев, мы видим листающие списки, то, конечно же, джуниор-андроид-разработчик должен уметь работать с таким виджетом, как RecyclerView, и правильно реализовывать его адаптер, и нажатие на элементы этого RecyclerView с выносом в Activity или фрагмент. Поэтому это очень важно, что он должен знать, и большую часть всего времени он будет этим заниматься. Потому что, конечно же, каких-то фундаментальных решений и работы с базой данных ему не доверят. Но ему нужно разбираться, как в работе с SQLite, с базой данных SQLite, через библиотеку Room, с применением Coroutine, с применением подхода через Umodel, и с применением инъекций зависимости. Также он должен уметь работать с сетью и с сервером. То есть, по факту, он должен уметь работать с библиотекой Retrofit. Да, конечно же, скорее всего, он с нуля не будет, никакие там архитектурные решения что-то применять. Но он должен будет уметь найти ошибку, то есть баг в коде, и ее исправить. И для того, чтобы это сделать, он должен уметь работать с базами данных. По факту, вот есть два направления, то, чем он будет заниматься. Это создание чего-то, перемещение там кнопок, подстройки под различные экраны, то есть настройки UI, и устранение ошибок и багов. Вот то, что касается устранения ошибок и багов, эта область, она как бы затрагивает, скажем, все технологии, которые требуются при трудоустройстве. Но, по факту, Junior Android разработчик будет именно работать с UI. Но, если будет попадаться какая-то задача по устранению бага, то он должен разбираться во всем. Да, конечно, не глубоко, но должен разбираться во всем. А это именно, и, как я сказал ранее, основы Android, и UI, и RecyclerView, и работа с базой данных SQLite через Room, и умение работать с сервером, с той же базой данных на сервере MySQL, уметь получать с ней данные через Retrofit, мигрировать все это в локальную базу данных SQLite, работать с локальной базой данных SQLite через библиотеку Room, с применением коротин, с применением архитектурного паттерна NBVM, делать инъекцию зависимости, либо через Coin, либо через Dagger. Ну, и там по мелочи уметь работать с уведомлениями и такими мелкими задачами. Вот это, в принципе, по факту, как вы видите, он должен уметь делать все, что требуется в любом roadmap. Но дело в том, что вот это все, что требуется в любом roadmap, он, Анто, ему все понадобится лишь на начальных этапах, когда он будет устранять ошибки и баги. Но по факту он в основной своей деятельности будет заниматься именно UI. И вот если мы берем, отбрасываем, да, необходимость устранения багов, и берем основную деятельность по работе с UI, то по факту ему нужно знать только основы Android и библиотеку Material Design, по факту. Но он должен быть, он должен быть готовым реализовывать любые задачи, и поэтому так много требуется от него на собеседование. И поэтому все, что по факту есть в roadmap, нужно знать хотя бы поверхностно, для того, чтобы он мог выполнять свои задачи. Но большинство из этого в 80% случаев ему не пригодится. Ну а на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам стало более понятно, что же будет делать Junior Android разработчик. Да, такие вопросы, как Junior Android, что должен будет делать Junior Android разработчик. И то, что требуется для трудоустройства на Junior Android разработчик, это две большие разницы. То есть будет делать по факту одно, а требуется очень много знать. Я надеюсь, вам стало более или менее понятно по поводу этого вопроса. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.